Цыгломенская библиотека номер 16 представляет О гномах и сиротке Марысе Дню рождения писательницы Марии Конопницкой 23 мая празднует свой день рождения Мария Конопницкая Польская писательница, поэт, новеллистка, литературный критик и публицист Автор произведений для детей и юношества Хотя книги ее были написаны в 80-х годах прошлого столетия Многое в них удивительно актуально и для нас, людей начала 21 века Ее любовное, полное острой жалости отношения ко всем, кто обижен К детям, лишенным сердечного внимания взрослых Ее страстный протест против равнодушия Однако во многих ее произведениях слышится не только боль, но и надежда Ее стихи для детей и стихи о лугах, полях и лесах полны радости жизни Творчество ее во многом близка к вольклору Песни ее стали народными Не случайно еще при жизни поэтессы Ее произведения получили горячий отклик не только на ее родине, но и в России и за границей И в наши дни пользуются любовью детей и взрослых ее стихи Рассказы и сказка о гномах и сиротке Марыси Это взволнованный поэтический рассказ о горькой сиротской доле Пастушке Марыси, о волшебном маленьком народе гномах О царице каменных гор и многом другом, грустном и веселом В сказке нашли отражения польские народные сказания, поверья и песни Сейчас мы познакомим вас с небольшим отрывком из этой повести-сказки С которого и начались приключения главной героини книги сиротки Марыси Утренний туман рассеивался, открывая чистую ясную лазурь Загоготали гуси, петух пропел с высокого насеста Ему ответил другой В просыпающейся деревне заскрепели колодезные журавли Замычали коровы, которых выгоняли со дворов Над соломенными кровлями поднялись струйки синего дыма Верный знак, что хозяйка похлебку поставила варить Из остатков прошлогодней муки Воду вскипятит, мукой засыплет, прибавит немного сыворотки Посолит Выльет в миску и кликнет Ну-ка, дети, живо за стол Бери-ка ложку ягна, скорей мацек Не то вицек все съест Быстро-быстро Хлебайте, не зевайте Пока роса Гусей надо выгнать И вскоре во всех концах деревни Защелкают кнуты И раздадутся тоненькие детские голоса Тега, тега, тега По песочной дороге клубится пыль Гоготанье гусей сливается с возгласами пастушат И щелканьем кнутов И над всем пронзительный крик старостиного гусака Он бежит, взмахивая крыльями впереди стада Как полководец перед войском От одной из хат отделилась и торопливо направилась к лесу Маленькое стадо гусей Четыре белых, три серых За гусями сиротка Марыся Босая, в холщовой рубашке, в синей юбочке Золотые волосы заплетены в косичке Личика умыта Ступает Марыся легко-легко Трава почти не приминается Рядом с Марысей рыжий песик Он весело помахивает хвостом и лает Если какой гусь отобьется от стада С таким помощником Марыси и кнут ни к чему Одного ивового прута достаточно Идет Марыся с прутиком по алмазной росе И поет тонким голоском Как входила сирота Во чужие ворота Как служила сирота За краюху хлеба Помогала сироте Только зорька золота Да солнышко с неба Гуси-гуси вы мои Тега-тега-тега С песенкой пришла Марыся на лужайку Села на пригорочек А гуси ходят вокруг нее Гогочут Молодую травку щиплют Рыжик обижал гусей раз-другой Дернул серого гусака за хвост Чтоб неповадно было в лес ходить Тявкнул на белого Чтобы стада стерек А потом улегся на краю лужайки И стал смотреть в лес Очень чуткий пес был этот рыжик Деревья ласково кивали девочки верхушками И что-то таинственно шептали Словно обещая защитить ее С другой стороны в пастбище Вдавался узкий клин волнистой пшеницы Колосья кланились лесу Слушали его шепот Узнавали разные новости И, склоняясь к своим братьям Колосьям передавали им О чем говорят деревья И пчелы, жуки, комары Тоже разносили лесные тайны Рассказывая их каждый на свой лад Кто басовитым, кто тоненьким голоском Парит Солнце печет немилосердно Рыжик даже язык свесил И громко дышит На лбу у Марыси капельки пота Но она занята Плетет венок и напевает Много делу сироты И в дому, и в поле Помогают ей цветы Кто поможет более Вдруг чуткий рыжик Тяфнул раз Другой В орешнике у самой опушки Что-то зашевелилось Зашуршало и стихло Рыжик сел И насторожил уши Выжидая, что будет Вот опять что-то Зашуршало и стихло Рыжик зарычал И оскалился Но Марыся Ничего не замечала Как птица Заливается на ветки И, отдавшись песни Не слышит Что к ней Подкрадывается кот Так и Марыся Ничего не видя И не слыша Все пела и пела Свою песню У чужих живет людей Кто ж еще Поможет ей Только зорька ясная Да солнышко красное Тут из орешника Выглянул маленький Чудной человечек В красном колпачке С седой бородой В очках На большущем носу Выглянул И поманил Рыжика пальцем Рыжик вскочил И кинулся к кусту Но человечек Стоял уже По другим кустам Подальше И все манил Его пальцем Рыжик к нему Но чудной человечек В красном колпачке Отпрыгнул еще дальше Чем больше Углублялся Рыжик в лес Тем быстрее Мелькал у него Перед глазами Красный колпачок Ускользая То вправо То влево Наконец Они очутились Чаще Среди высоченных Сосин Рыжик почти Уже догнал Человечка Но тот Опять отскочил В сторону И быстро Вскарабкавшись На дерево Поманил Рыжика Сверху Взбешенный Рыжик С яростным лаем Кинулся К дереву Услышав Громкий лай Своего верного Помощника Марыся Очнулась И внезапно Оборвала Песню Рыжик Рыжик Испуганно Позвала Она И побежала В лес Лиса 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 Только этого И ждала Одним прыжком Она очутилась В середине Гусиного Стада Схватила Ближайшего Гуся За горло И задушила Прежде чем Тот успел Крикнуть Швырнув Его в кусты Она Накинулась На другого Острые Зубы Вонзились Ему В горло И он Тут же И спустил Дух Оттащив И его В кусты Лиса Принялась Расправляться С остальными Гуси Пронзительно Крича Бросились В рассыпную Одни Метнулись В поле Другие В смертельном Страхе Порывались Влететь Но Сладкоежка Одним прыжком Настигла Самую Жирную Серую Гусыню Перегрызла Ей горло И Швырнув На землю Помчалась За другими Крылья Не держали Гусей В воздухе И они С отчаянным Криком Один За другим Падали На землю Перед Самой Лисьей Пастью Марыся Услыхав Из лесу Невообразимый Шум и Гогат Не своим Голосом Закричала Помогите И со всех Ног Кинулась К стаду Сладко Сладко Сладкоежка Перегрызала Горло Последнему Седьмому Гусю И Облизывая Окровавленную Морду Горящими Глазами Оглядывала Побоище Вытянув Вперед Руки Вихрем Пролетела Марыся По лесу Вылетела На лужайку И Увидев Мертвых Гусей Как Подкошенная Упала На землю В это Раннее Утро На болоте Возле леса Можно было Увидеть Презабавное Зрелище Какой-то Человечек В красном Колпачке Выделывал Там Удивительные Акробатические Номера Перескакивал С кочки На кочку Нырял Как пловец В болотную Траву Проваливался В глубокие Покрытые Мхом Мочажины Повисал На руках Хватаясь За острый Аир Это был Наш старый Знакомый Хвощ Но его Трудно Было Узнать Куда Девалась Его Толщина Он Стал Тощий Как Комар Плащ Болтался На нем Как На вешалке Туфли Поминутно Спадали С тонких Как Спички Ног Огромная Голова Качалась На тоненькой Шее А высохшие Ручонки С трудом Удерживали Огромную Трубку Набитую Не табаком А ольховыми Листьями Вот Что Сделало С нашим Почтенным Толстяком Путешествие В Голодаевку Но С ним Произошли И другие Перемены Голод Который Теперь Постоянно Мучил Хвоща Многому Научил Его Он Умел Например Прыгать С кочки На кочку И Отыскивать Гнезда Чаек Есть Ребенок Плачет Провалиться Мне на этом Месте Воскликнул Хвощ А сердце У него Было Доброе И отзывчивое К чужому Горю Провалиться Мне на этом Месте Если Если Бедняжке Не хуже Чем Мне Приходится Пойду Посмотрю Что Там Такое И Позабыв Про Голод Стал К величайшей Радости Чайки Выбираться Из болота К лесу Откуда Доносился Плач Так и Есть Ребенок Плачет Бормотал Он Переступая Какаясь С кочки На кочку Выглянул Хвощ Из камыша Который Рос Здесь Сплошной Стеной И Видит Сидит На пригорке Возле леса Маленькая Девочка И Закрыв Лицо Руками Горько Плачет У Хвоща Сердце Сжалось Прибавив Шагу Он Подошел К девочке И Спросил О чем Ты плачешь Пана Кто Тебя Обидел Марыся Вздрогнула Отняла Руки От лица Уставилась На гнома Широко Раскрытыми Глазами Слово Не может Вымолвить От удивления Не бойся Меня Пана Заговорил Опять Хвощ Я Твой Друг И Желаю Тебе Добра Кто Это Прошептала Марыся Маленький Как Куколка А Говори Человечьим Голосом Ой Боюсь Она Взмахнула Руками Словно Крыльями Порываясь Бежать Но Хвощ Загородил Ей Дорогу И сказал Не убегай Пана Я гном По имени Хвощ И хочу Тебе Помочь Гном Как Как бы Про себя Повторила Марыся Знаю Знаю Мне матушка Говорила Что они Добрые Твоя Матушка Изволила Говорить Чистейшую Правду Галантно Подтвердил Хвощ Я Был бы Рад Поблагодарить Ее За это Марыся Покачала Своей Золотой Головкой Моя Матушка Умерла Умерла Печально Повторил Хвощ Тяжелое Слово Тяжелее Камня Он Потряс Бородой Вздохнул А как Твою Матушку Звали Кукулина Кукулина Ах Ты Умница Моя Да Ведь Мы С тобой Знакомы Ты Та Самая Маленькая Марыся Которая Серебряные Слезки Проливала Когда Злая Баба Избивала Меня До Полусмерти Ах Ты Моя Красавица Вот Как Мы Встретились Значит Судьба Ну Говори Приказывай Как Помочь Твоей Беде Но Марыся Вспомнив Про Своё Горе Заплакала Ещё Сильней Нет Нет Повторяла Она Сквозь Слёзы Мне Нельзя Помочь Хвощ Стоял Положив Трубку На плечо И Ласково Утешал Её Пожали Свои Голубые Глазки Пана Не Плачь Так Горько Говорил Он Какая Я Пана Я Сиротка Марыся А Сироткам Тем Более Надо Помогать Ну Будет Где Твой Дом У Меня Нет Дома Хозяйка У которой Я Гусей Пасла Прогнала Меня Вот Негодяйка Возмутился Хвощ Нет Нет Это Я Негодница Я Виновата Что Лиса Гусей Передушила Ой Гусоньки Мои Гусоньки В отчаянии Воскликнула Она И Закрыв Лицо Руками Опять Зарыдала Слезами Горю Не поможешь Сказал Хвощ Отнимая Ее Руки От лица Идем Отчаиваться И Задумчиво Глядя В землю Он Стал Дергать И Теребить Свой Седой Уз А Если Заплатить Хозяйке За Гусей Спросил Он Пожалуй Это Удачная Мысль Сколько Их Было Марыся Громко Заплакала Мертвы Они Задушенные Никакими Деньгами Теперь Не Поможешь Видя Как Велико И Безутешно Ее Горе Хвощ Опять Задумался И Стал Теребить Седой Уз Наконец Он Сказал Ну Коли Так Делать Нечего Надо Ити В горы Татры К Самой Горной Царице Только Она Может Тебе Помочь Марыся Подняла На него Глаза Две Голубые Звездочки Которые Затеплились Надеждой И Спросила А Она Добрая Я Вижу Ты Девочка Умная Не По Возрасту Коли Первым Делом Спрашиваешь Добрая Ли Она Ибо Что Такое Могущество Без Доброты Ничто Ну Раз Раз Ты Такая Умница Собирайся Скорей Путь Предстоит Далекий И Трудный Я С Радостью Провожу Тебя К Царице Татр Марыся Встала И Сказала Просто Идем И Они Пошли А Как Сложится Дальнейшая Судьба Марыси И Каковы Будут Ее Приключения С Гномом Хвощем Вы Узнаете Прочитав Эту Великолепную Сказку Повесть До Самого Конца Приятного Чтения